всем еще раз привет и мы сегодня практически заканчиваем разговор о первой маковейской книги посмотрим дойдем ли мы до самого конца но по камере близко к нему вот мы как заголовок нашего сегодняшнего разговора правление симона или шимона хасманея между утопией реальностью я напомню что наша книга построена действительно как некоторое историческое изложение произошедших событий большая часть из которых легко верифицируется мы знаем что они действительно произошли это написано хотя и не совсем объективно я вообще не уверен что есть историки которые пишут абсолютно объективно но в самом случае в древние времена это довольно трудно найти понятно что у него есть свои цели в изложении материала сегодня принято называть своя адженда моим и несколько раз уже ее называли легитимация хасманийской династии с которой было все не так просто мы привыкли сегодня воспринимать ситуацию таким образом что хасманеи были героями в глазах народа что они освободили народ от греческого владычества и поэтому совершенно естественно то что они стали руководителями народа после достижения иудеи независимости но реальная ситуация состоит в том что отнюдь не не весь народ населявший иудею в то время поддержал хасманеев поддержал это восстание она в основном было поддержано крестьянским населением менее затронутым процессом эллинизации но что касается элит то с ними дело обстояло гораздо сложнее и отнюдь не все их однозначно поддерживали я говорю здесь не только о откровенных так сказать эллинизаторах которые идеологически были стояли против попыток повернуть в их глазах видимо историю вспять но и даже те которые в целом не проповедовали такой абсолютно грека направленный ориентированный процесс а мы знаем что скажем такая группа как фарисеи пружим в целом на протяжении истории космонейской династии противостояла космония были какие-то короткие периоды взаимопонимания но в целом космония впрочем не слишком то любили видимо потому что считали их в известном смысле узурпаторами во-первых было совершенно не очевидно что космонии имеют право носить титул первосвященников а во-вторых впоследствии мы об этом говорили то обстоятельство что они это правда произошло уже в третьем поколении то обстоятельство что они присвоили себе еще и царский титул опять же как бы с точки зрения некоторых слоев народа без всякого на то права это все вызывало определенно приводило конфликтами к оппозиции ничего этого конечно в первой маковейской книге мы не найдем есть как бы сведения о такой оппозиции и у флавия иосифа а он это описывает есть подобные вещи и в раввинистической литературе которая по своему характеру в общем не исторически но тем не менее какие-то вещи она нам на эту тему сообщает вот так что мы всегда должны иметь в виду что есть все таки какой-то разрыв между теми описаниями которые мы читаем это реальностью который который все это происходило а кроме того сам автор первой маковейской книги иногда как бы скользит между неким утопить утопическим видением и идеальным видением космонейских вождей как абсолютных героев такого библейского или семьи библейского типа но иногда он как бы описывает какие-то вещи которые ну создают определенную трещину в этом образе это правда не касается иуды маковея но чем дальше мы двигаемся тем больше это проявляется уже ионатан хасмоней был описан более реалистично в случае симона мы увидим это уже сегодня но начнем мы с утопии да я напомню что в прошлый раз мы читали фактически поэтический текст прославления симона и его правления который по большому счету представлял его как второго шнуму в известном смысле тот текст который вполне возможно реально существовал некий договор от имени народа с хасмонейами он тоже представляет все в таком очень возвышенном и идеальном свете мы сейчас я открою текст и мы посмотрим это мы начали уже смотреть прошлый раз но я вернусь на несколько стихов назад вот это как бы это глава 14 в которой что дописывается этот договор когда услышал 25 стих народ о том как симон все усиливает и усиливает иудею частности подтверждает союз с римом то сказал какую благодарность воздадим мы симону и сыновьями ибо он твердо стоял и братья его и дом отца его и отразили врагов израиля и доставили ему свободу и написали о том на медных досках табличках выставили их на столбах на горе сион то есть на храмовой горе надпись это не сохранилось но вполне возможно что такое было потому что это было принято действительно вот такого рода документы выставлять на всеобщее обозрение вот список написанного 18 день иллула 172 года то есть 140 год фактически по принятому летоисчислению это был третий год при правосвященнике симоне в сарамеле мы говорили о том что мы не знаем что это за место такое сарамель но видимо подразумевается если тут нет какого-то искажения то видимо подразумевается какое-то место в Иерусалиме поэтому некоторые пытаются воссоздать здесь как я и говорил чтение хацар амэль хацар амэль то есть двор народа божьего в великом собрании священников и народа и князей народных старейшей страны объявлено нам так как много раз бывали войны в этой стране то симон сын матафии сын сыновья рива да я напомню вам снова что в эпоху второго храма появляется такое устройство так называемые череды священников или видов или или смены можно сказать да мы шмарот и их двадцать четыре так это описывается впервые в книге девреями при при этом автор книги девреями он как бы создает ну некоторый некоторую иллюзию что это было создано еще во времена давида что давид установил эти череды священников фактически они существовали в эпоху второго храма одна из этих черед был была семья его рива и важная семья которые служили в храме у нас нет доказательств как подтверждающих принадлежность семей хасманеев к этой череде так и опровергающих однозначно это но понятно что с точки зрения автора первой маковейской книги это это генеалогия она как бы является проходным билетом в первосвященство и братья его подвергая себя опасности противостали врагам народа своего чтобы сохранить святилище и его и закон и великую славу и прославили народ свой йонатан собрал народ свой сделался первосвященником его но он приложился к народу своему это кстати говоря выражение которое опять же выдает ивритский текст пытающийся подражать библейскому стилю это то что на иврите это звучит на исав эль амав как бы присоединился к предкам своим к народу своим вот вот здесь так как бы относится к ионатану когда же враги их вознамерились войти в страну и чтобы разорить страну их и простереть руки на святилище и тогда восстал симон и воевал за народ свой и сдержал много собственных денег снабжая храбрых мужей народа своего оружиями давая им жалования он укрепил города иудеи и бетсур на границах иудеи это граница между иудеи и думей где прежде находились оружие неприятелей поставил там стражу из иудеев также укрепил и опию то есть яфа приморье и газару резер у пределов у пределов азота то есть аждода в которой прежде обитали враги и поселил там иудеев снабдив эти места всем что нужно было к восстановлению их и видел народ деяния симона и славу какую старался он доставить народу своему а мы как мы видим одна из вещей которые всячески подчеркивает автор первой макометской книги что ни у матитьяу ни у иуды ни у ионатана ни у симона не было никаких эгоистических поползновений борьба борьба за власть им была чужда не то чтобы я хочу сказать что это намеренная идеализация но понятно что когда человек приходит к власти это мы видим сплошь и рядом на протяжении как древней так и современной истории то ему довольно трудно с ней расстаться если тем более эта власть не ограничена не в смысле средств но смысле времени а то есть может быть действительно такой человек как матитьяу и его сын иуда которые даже и не грезили о том чтобы то есть грязи то они конечно грезили о том чтобы создать независимое государство но это было для них практически невозможно на тот момент и как бы они в этих терминах не думали но вот ионатан приходит в власти и он вынужден как бы уже заниматься политикой политика как известно дело грязное которое в общем начинает человека как бы ну в каком смысле смешивать идеал с такой довольно неоднозначной реальностью но как бы автор первой майковейской книги этого не признает и видел народ деяния симона и славу какую старался он доставить народу своим и поставил его своим начальникам и правосвященникам за то что все это сделал он из-за справедливости верность которую он хранил народу своему племени своему всячески стараясь возвысить свой народ в одни его руками его успешно изгнанные страны язычники и занимавшие город давидов в иерусалиме то есть имеется ввиду акра которые устроив себе крепость выходили из нее и оскверняли все вокруг святилища и много вредили святыни он поселил не иудеев и укрепил ее для безопасности страны и города и возвысил стены иерусалима и посему и царь деметрий имеется ввиду деметрий второй который как мы помним на данный момент царем не является он находится ну опять же если следовать порядку изложения первом и кавейской книги он находится в плену в парфянском плену во время парфянского похода он был взят в плен и трон унаследовал его брат антиох седьмой сидет посему и царь деметрий утвердил за ним первосвященство и причислил его к друзьям своим и бочтил его великой славы ибо он слышал что римляне назвали иудеев друзьями и союзниками и братьями и с с честью приняли послов симона что иудеи и священники согласились чтобы симон был у них начальником первосвященником навек доколе восстанет пророк верный это как бы мы уже это обсуждали не первый не второй а уже третий раз в первом и кавейской книге это упоминается представление о том что рано или поздно вернется некий пророк книга первом и кавейская книга пророков вообще не упоминает таких которые бы действовали в данное время то есть видимо он полагает что в эту эпоху пророчества нет в этом смысле он как бы вполне солидарен с такой группой населения как фарисеи которые тоже утверждали что пророчество закончено эпоха пророчества закончена при этом он как бы лелеет надежду что пророк придет может быть он имеет ввиду пророка или я у мы не знаем потому что я напомню слушать наверное так это знаю что меня книга последнего из библейских пророков малахи завершается утверждением о том что когда наступит день божьего суда то бог пошлет пророка или я вот я посылаю вам или я у пророка перед наступлением дня господня великого и страшного видимо выбор пал на именно на пророка или я у поскольку поскольку описывается книги царей его чудесное вознесение в небеса если он не умирает естественной смертью а возносится в небеса на огненной колеснице и поэтому он вернется да это потом станет как бы некоторой составной частью как еврейской фарисейской веры раввинистической так и христианской а вот это представление о возвращении или я возможно уже здесь это дается на это намек доколе восстанет пророк верный чтобы и все это и видимо у него представление такое что это должно произойти не так уж не в такой уж далекой перспективе как бы по крайней мере из текста следует что вот пока пока не восстанет пророк верный симон будет военачальником чтобы он был у них военачальниками имел попечения святых и поставлял их над работами и над областью и над оружием и над постями чтобы имел попечение святилище и все слушались его чтобы все договоры в стране писались на его имя чтобы он одевался в порфиру и носил золотые украшения всему дается полный карт-бланш и никому из народа и священников да не будет позволено отменить что-либо из сего или противоречить словам его или без него созывать собрания в стране одеваться в порфиру и носить золотую пряжку а кто сделает что-нибудь против всего или отменит что из сего будет повинен а и все это заметьте преподносится здесь от имени всего народа а весь народ и согласился весь народ подчиниться симону и поступать по словам сим как я уже сказал в начале нашего сегодняшнего разговора это не совсем так не весь народ был готов подчиниться по крайней мере добровольно хасманеем вообще и симону в частности симон принял и согласился быть первосвященником и военачальником правителями иудеев и священников и начальствовать над всеми и решили начертать запись сию на медных досках и поставить их в ограде храма на видном месте а списки с них положить сокровищницы чтобы имел симон и сыновья его вот как бы этот манифест который в общем носит такой совершенно идеальный характер мы увидим в последующих главах что все это не совсем не совсем работает и что как бы вот это такая абсолютная идиллия и абсолютный мир во времена симона как во времена библейского шла он на самом деле был не таким уж прочными не таким уж однозначно вот мы сейчас начнем читать и потихоньку будем в этом убеждаться прежде всего антиох посылает письмо симон речь идет об антиохе повторяю 7 антиохе сидите который был сыном деметрия 1 и братом деметрия 2 того самого деметрия 2 который был пленен парфянами и он правил течение девяти лет пока деметрий не вернулся из парфянского плена и вот он как бы желая укрепить свой тон посылает письмо симону как тут сказано с морских островов не очень понятно откуда но видимо мы по крайней мере у нас есть косвенное свидетельство что он находился на родосе и вот он посылает симону великому священнику правителю народа иудейского и всему народу они были такого содержать саре антиох симону первосвященнику и правителю народа и народу иудейскому радоваться так как люди зловредные владели царством отцов наших он подразумевает трифона с которым да я напомню что на данный момент воевластия вселивкидской державе продолжается с одной стороны из трифон который сидит в антиохе с другой стороны есть сначала деметрий 2 теперь антиох 7 и идет борьба за власть так как люди зловредные владели царством отцом наших то я хочу возвратить царство чтобы восстановить его как оно было прежде я набрал множество войска и приготовил военные корабли хочу пройти по области чтобы наказать тех которые опустошили область нашу и разорили многие города в царстве оставляю теперь за тобою все дани какие уступали тебе цари бывшие прежде меня и другие дары которые они уступали тебе дозволяю тебе чеканить свою монету в стране твоей вот это уже новшество мы видели что разные селивкидские правители объявляли свое благоволение сначала ионатану а потом симону начиная с деметрия первого тем александр балла и так далее теперь и второй вот теперь антиох но впервые появляется здесь мотив чеканки чеканка монеты это некая это в общем де юре не просто де факто де юре признания иудеи как абсолютно независимого государства вассального впрочем по отношению к селивкидам но все-таки независимая это уже отдельная государственная единица там чеканят теперь свои монеты иерусалим и святилище пусть будут свободны и все оружия которые ты заготовил и крепости построенные тобою которыми ты владеешь пусть остаются у тебя и всякий долг царский и будущие царские долги отныне и навсегда будут отпущены тебе когда же мы овладеем царством нашим тогда почтим тебя и народ твой храм великой честью чтобы слава ваша стала известна по всей земле и вот 174 то есть 139 году антиох вступает на территорию селивкидской державы к нему собираются войска а с трифоном уже было мало людей и поэтому трифон убегает 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 он в город называемый дар или дара по-гречески который находился на территории прибрежной низменности он на самом деле известен хорошо а это город который находится к югу от горкарнель то есть иными словами трифон убегает на юг ибо он увидел что обрушились на него беды и оставили его войска и пришел туда антиох с ним 120 тысяч воинов 8 тысяч конниц и окружил город а корабли подошли с моря и теснил он город суши и с моря и не давал никому не выйти не войти то есть полная блокада дальше здесь происходит я не буду на этом подробно останавливаться это исследовалось значит неожиданная трещина в повествовании ни с того ни сего вдруг говорится тогда пришел из рима нуминии сопровождавший его с письмами царями странам которых было написано следующее луки не левки на самом деле луки консул римский царю патолемею радоваться этот кусок текста который обращен к патолемею в египте от имени римского сената и который требует почтительного обращения иудеи и к первосвященнику симону место этого текста на самом деле в 14 главе а совсем не здесь там рассказывалось о делегации которую симон посылал в рим вот тут говорится о том что письма эти написаны и в разные другие провинции города острова земли селевкидской державы и главный признак того что это явно не на месте то что это отписано царю деметрию очевидно что это могло быть написано только до того как деметрий оказался в парфянском плену так что здесь явно что-то произошло с текстом не непонятное так что мы пропускаем сейчас этот кусок текста начиная с 15 по 24 стих оставляем это и возвращаемся к нашему повествованию а значит царь антиох осаждает осаждает дору не очень ясно что значит что значит вторично может быть это эти слова здесь ставлены именно потому что вот этот кусок текста который явно находится не на месте был в какой-то момент вставлен сюда не очень понятно с какими целями все это вопрос уже как бы передачи текста и поэтому нужно было как бы вернуться по расставанию каким-то образом и поэтому видимо редактор сказал что вот была первая осада теперь вторая осада на самом деле речь идет об одной и той же осаде вот трифон заперт да и кончается это да и понятно что симон симон да он как бы поддерживает всецело антиоха в этой борьбе потому что трифон является заклятым врагом хасманеев именно трифон был тот человек который убил коварно убил ионатана брата симона поэтому естественно симон поддерживает и послал к нему симон 2000 избранных мужей в помощь ему и серебро и золото и довольно запасов а дальше и вот тут вот мы встречаемся в первый раз с тем как идиллия и реальность начинает потихоньку расходиться причем автор первой макавейской книги не объясняет собственно говоря что произошло это не ясно написано но он не захотел принять это и отверг все в чем прежде условился с ними отчудился от него и речь идет здесь очевидно об антиохе симон посылает антиоху помощь военную мы не знаем у нас нет никаких источников которые бы каким-то образом это пролили на это свет то ли между ними произошел за это время какой-то конфликт то ли антиох почувствовал что ему никакая помощь не нужна и что он справляется самостоятельно и что трифон вот-вот падет и то что на самом деле произошло в самом деле трифон сначала бежал но потом в общем погиб и тогда антиох как бы решил вернуть то что сначала ионатана теперь и симон с его точки зрения забрал у селевкинской короны и вот что тут нам рассказывается да то есть как бы набегает облако на идиллию и послал к нему некоего афиновия мы опять же не знаем кто такой этот афиновий он или афинобий поскольку он нигде больше не упоминается на какой-то вельможа селевкинский одного из друзей своих чтобы переговорить с ними сказать вы владеете и опи и газа рай и газа рам и крепостью иерусалимскую городами царства моего вы опустошили пределы их и произвели великое поражение на земле и овладели многими местами в царстве моем и так отдайте теперь города которые вы взяли и дань из тех мест которыми вы владеете вне пределов иудейских если же не так то дайте за них 500 талантов серебра то есть он накладывает колоссальные колоссальная колоссальную даль дань из-за опустошения которого произвели и заданий с городов другие 500 талантов тысячу талантов тысяча талантов это чудовищная сумма для сравнения когда римляне остановили экспансию антиоха третьего в египте антиох третий великий они наложили на него очень большую контрибуцию по тем по тем представлениям но это контрибуция эта контрибуция которая поколебала все могущество империи она равнялась 15 15 тысяч талантов 15 тысяч талантов это речь идет об большой о большом царстве и это антиох не мог справиться с выплатой так этого он вынужден был просто каким-то образом пополнять свою казну вот понятно что такого маленького государственного образования как иудея наложить такую вот дань тысячи талантов это страшно много а если вы не дадите то мы придем будем сражаться с вами и пришел афиномий друг царя в иерусалиме когда увидел славу симона и сокровищницу золотую и серебряную утварью и окружающее великолепие то изумился и объявил ему слова царя здесь опять же вот как бы мы в чем-то видим мне по крайней мере так представляется опять же как бы попытку идеализировать ситуацию не то чтобы я хочу сказать что такого не могло быть но мне представляется что здесь опять таки автор пытается скрытым образом создать аналогию между симоном и шлумо которым приходили разные цари и царицы в том числе например царица савская молка шва которые поражались тому что видели как богатству и славе шлумо так и его мудрости а вот тут тоже изумление симон сказал ему в ответ мы ни чужой земли не брали не господствовали над чужим но владеем наследием отцов наших которые враги наши в одно время неправедно присвоили себе мы же улучив время опять возвратили себе наследие отцов наших что касается да и опи и газары которых ты требуешь что они сами причинили много зла народу в стране нашей за них мы дадим сто талантов да как мы видим симон готов идти на переговоры на то есть он ведет себя в данном случае как мудрый политик с одной стороны отвергает как бы такие гиперболизированные требования антигоха с другой стороны он как бы готов его задобрить но в десять раз уменьшает сумму данных сто талантов а не тысячи на это как тут сказано афинобий афинобий ничего не отвечал но но с яростью и с досадой с гневом возвратившись царю рассказал ему эти слова и о славе симона и о всем что видел и царь сильно разгневался в это самое время по сути дело заканчивается осада который который наложил антиох на дуру трифон бежал из на корабле место которое здесь названо то есть артусиада или артусиада или артусиа место которое это город приморский город на территории современной сирии то есть он бежал на северте потом будет рассказано его гибели тогда царь сделал военачальником приморской цари некоего candy бея вручил ему пешие иконные войска опять же этот candy бей нигде больше и не упоминается мы не знаем ни из каких источников кем он точно был изначально и приказал ему идти войной против иудеи приказал ему также построить кедрон и укрепить ворота это странное место не до конца понятное значит что за ворота кедрон это действительно город названный по по потоку кедрон который протекает по иудейской пустыне он находился в 15 километрах от гезера но что за ворота не очень понятно ворота самого кедрона или что-то иное некоторые полагают что это не совсем правильный перевод а речь идет об известном городе который сейчас кстати говоря судя по всему отрыт археологами который называется шара им шара им название которое звучит похоже на ворота наши арим и поэтому по ошибке было так переведено вот во всяком случае он приказал ему воевать иудеи сам же царь погнался за трифоном и candy бей пришел в явное и вызвал народ на бой и стал вторгаться в иудеи брать народ в плен и убивать и построил кедрон расположил там конницу и войско чтобы они выходя оттуда обходили пути иудеи как приказал ему царь то есть глава завершается довольно такой минорной ноте независимость иудеи едва ли провозглашенная приходит почти приходит концу до снова вторгается греческое войско на территории иудеи пока еще не иерусалим но в общем ситуация тяжелая и мы собственно переходим сейчас последний главе первой маковейской книги которая постепенно перемещает прожектор от симона к его сыну иоанну будущему правителю иудеи иоанну геркану и возвратился иоанн из гезера и рассказал симону отцу своему о том что сделал кендивей тогда симон призвал двух старших сыновей своих иуду иоанна иоанн это если ханан геркан кто такой иуда мы не знаем вот один из его сыновей и сказал им я и братья мои и дом отца моего воевали против врагов израиля от юности до сего дня и много раз успешно спасали руками нашими израиль ну вот я состарился а вы по милости божьей на самом деле это перевод не правильный поскольку автор первой маковейской книги никогда словом бог не пользуется он пользуется словом небо соответственный перевод греческий уранус поэтому правильно здесь было перевести по милость милостью неба хотя понятно что подразумевается под небом бог находитесь в летах зрелых заступите место мое и брата моего идите и сражайтесь за народ наш и да будет с вами помощь небесная это важный момент в повествовании смена поколений точно так же как матить я у перед своей смертью завещал сыновьям завещал сыновьям воевать за народ и передал разные правления иуде и с одной стороны и и шимон с другой симона сказал что симон наиболее разумный из всех и поэтому его следует слушаться возможно что и здесь есть некоторый намек на сходство между симоном и шломок и вот так же точно сейчас происходит тоже передача полномочий следующему поколению симон передает бразды правления своим сыновьям и фактически создается династия теперь уже это явная династия от отца к сыну в случае матить я у совершенно было не ясно чем все закончится здесь все таки как бы достигнута какая-то независимость и возможная государственность и избрал из страны двадцать тысяч воинов и всадников и пошли они против кэндиве и ночевали в модини на то есть они оказываются своем семейном городе городе из которого они происходит их семья интересно что здесь впервые отмечим отментирую скобков упоминается наличие у иудеев всадников кавалерии до сих пор иудейское войско описывалось как пеший и то что у них появляются всадники это тоже на самом деле некоторый признак независимости встав же утром вышли на равнину и вот многочисленное войско навстречу им пешие иконные между ними был поток и двинулся против них сам и народ его и видя что народ боится переходить поток он перешел первый увидели это войны и перешли за ним такое действительно интересная деталь подобное описывалось и по поводу иуды то что я сейчас скажу это такая спекуляция чистая гипотеза я в ней совершенно не убеждет а есть знаменитый мидраж о том что когда евреи вышли из египта народ израиля вышел из египта и дошли до моря и за ними гонятся египтяне и вот надо входить в море и боятся народ боится утонуть море еще не раступилась по мидражу и тогда представитель колена иуды и наси надав вдруг вылетело из головы имя бена минадав нахшон правильно спасибо боря нахшон бена минадав входит в море первым волны расступаются и тогда весь остальной народ входит за нахшоном сыном минадава я не исключаю того что традиция мидража вот об этом вхождении в море нахшона бена минадава каким-то образом связано с этим описанием и опирается да вот несколько несколькими главами ранее подобно подобным образом описывалось поведение иуды теперь также точно переходит его племянник иуды йоханан геркан йоан и разделил он народ поставив конных среди пеших конница же неприятелей была весьма многочисленна что значит поставив конных среди пеших над этим как бы этим занимаются комментаторы первой маковейской книги невозможно вообще говоря конницу ставить прямо как бы внутри посреди пехоты потому что непонятно для чего конница это нужна но может быть некоторые полагают что это то что здесь описано это значит римская римская система легион где пехота стоит неплотная конница распределяется по различным участкам может быть здесь это имеется ввиду и затрубили священными трубами как всегда в знак начала военных действий Кендивей обратился в бегство и войско его и пало у них много раненых остальные же бежали в крепость когда был ранен Иуда брат Иоанна но Иоанн преследовал их доколе не пришел в Кедрон который он построил и убежали они в башни находящиеся в области Азота Аждона но он сжег его огнем и погибло из них до двух тысяч мужей и возвратился он с миром землю иудейскую одержав полную победу значит это не первое такого рода описание маковейской книги где малыми силами одерживается победа над превосходящими силами противника и каждый раз подчеркивается что тот за кем правота и тот кого небо поддерживает тот и побеждает это как бы вполне такой библейский мотив и опять же я не хочу сказать что такого события быть не могло вполне возможно оно и было но понятно что автор первой маковейской книги ему дает определенное толкование определенное объяснение он не говорит этого прямо он намекает на него в отличии как мы увидим последствии во второй маковейской книге где бог присутствует постоянно и всюду здесь как бы история развивается казалось бы сама собой но при этом за кадром есть вот это божественное присутствие толемей же сына бува поставлен был военачальником на равнине и рихонской имел много серебра и золота ибо он был зятем первосвященника нам до сих пор ничего не сообщалось о семейной жизни симона за исключением того что у него есть сыновья но у него судя по всему были и дочери и вот этот птолемей сына бува его зять кто он такой мы не знаем с одной стороны как бы исходя из соображений так сказать была имова естественно первое предположение что он иудей хотя и носит греческое имя что собственно говоря совершенно неудивительно греческие имена сплошь и рядом сами хасмане их тоже носили тот же Иоанн впоследствии будет называться Иоанн Геркан вот но мы знаем о том что что как раз в священнической среде не всегда было очень не всегда кропотливо соблюдались требования о том что не должно быть смешанных браков мы в книге инохемии например мы об этом узнаем в книгах инохемии где священники как раз обвиняются в том что берут себе жен из инородцев так что мы не знаем точно кто такой был этот плоремей сына буа тем более что он как мы увидим окажется согласно первой маковейской книге коварным и неблагодарным негодяем как тут сказано надмило сердце его и захотел он овладеть страною и составил коварные замыслы против Симона и сыновей его чтобы погубить их то есть мы видим что есть люди которые пытаются забрать у Симона и его сыновей власть между тем Симон посещая города страны и заботясь о потребностях их пришел Ерихон сам он и Матафия и иуда сыновья его то есть появляется еще один сын по имени Матафия который назван по имени деда ца Симона в 177 году в 11-м месяце как тут сказано месяц Сават то есть месяц Шват да это таким образом 135 год до новой эры и в этот момент Симон приходит приходит в Ерихо буквально кстати говоря написано здесь не пришел в Ерихо а спустился в Ерихо что обычно обычная такая как бы фраза библейская да из Иерусалима спускаются и вот мы как бы приходим концу сковарством принял их радушно сын в небольшую крепость называемую Док видимо рядом с Ерихо некоторые отождествляют ее с горой которую арабы называют джибель дук да гора дук и сделал для них большой пир и спрятал там людей и когда опьянел Симон и сыновья его я здесь остановлюсь на секунду не забудем Симон первосвященник сыновья его один из них будет наследовать ему должен наследовать ему чтобы стать первосвященником правда реально наследовал тот которого здесь как раз нет Йоанн Йоханан но вообще-то это не совсем подходящее занятие для первосвященника пировать и пьянеть да это в общем как бы некоторая вполне как раз такая реалистическая черта которая создает определенную трещину в образе в таком-то идеальном образе первосвященника Симона происходит пир пир который вообще говоря мы это и дальше сможем увидеть это как бы некоторое уже усваиваемое Симоном реальность власти и возможно даже в чем-то под влиянием греческих образцов где это было очень принято так вот когда они опьянели стал Толемей взяли оружие свои вошли к Симону во время пира и убили его и двух сыновей его и некоторых и служителей его так как сказано здесь совершил он великое вероломство и воздал за добро злом в этом смысле судьба Симона еще более унизительно чем судьба его брата Йонатана потому что Йонатан был тоже коварно обманут и захвачен в плен и потом убит но по крайней мере это сделал враг он был захвачен убит Трифоном здесь же как бы начинается реальные интриги борьба за власть внутри семьи собственный зять убивает Симона и более того была вполне реальная возможность что он захватит власть потому что как тут сказано он написал об этом и послал царю чтобы прислал ему войско на помощь а он придаст ему страну и города то есть он решил заручиться поддержкой Антиоха который сейчас конфликтовал с Симоном и как бы одним ударом убить двух зайцев и Симона и уничтожить и его сыновей лишить власти и заодно получить легитимацию своих притязаний на власть от вселевкидского монарха а некоторых как тут сказано он послал в Гезер убить Йоханана а тысяченачальникам послал письма чтобы они пришли к нему и он даст им серебра и золото и подарки других же послал владеть Иерусалимом и герою храма но он просчитался ибо кто-то опередил мы не знаем кто Йоханану было донесено о том что произошло ему пришел человек Гезер известил его что отец его братья умерли и что услышав об этом Йоханан весьма смутился правильнее перевести страшно потрясен схватив мужей пришедших погубить его убил их ибо узнал что они искали погубить его значит Иосиф Лавик рассказывает что после этого Йоханан пришел в Иерусалим и убедил народ отвергнуть Птолемея и в общем притязания Птолемея на власть рухнули и сам он в конечном счете погиб что произошло и с Трифоном и здесь собственно говоря и заканчивается основное повествование первой маковейской книги он дошел до Йоханана Геркана он не станет рассказывателем остались всего два стиха да вот все что он говорит в таком очень библейском духе в отличие от истории с Иудой который когда погиб и его его оплакали то там и и Йонатан пришел в результате стал вождем народа то там было сказано прочее что можно еще рассказать об Иудее его сражениях и совершенных им подвигах как и о величии его не записано всего этого было чрезвычайно много как раз некоторая противоположность тому что обычно пишется в библейских книгах о вождях здесь же автор первой маковейской книге следует традиции библейской и пишет примерно то что пишется там скажем их плохим что прочие дела того или иного царя описаны в других текстах прочие же дела Йоханана и Иоанна и воины его и мужественные подвиги его словно славно совершенные сооружения стен им воздвигнуты и другие деяния его вот они описаны в книге дни первосвященства его с того времени как сделался он первосвященником после отца своего да как мы уже и сказали это происходит в 135 134 годах до новой эры возможно как бы есть между исследователями есть как бы расхождение во мнениях есть те кто считают что первая маковейская книга и была создана во времена Йоханана и поэтому как бы рано писать его историю и только намек на то что есть прочие дела которые описаны некоторые же считают что книга была создана во времена детей Йоханана и поэтому он и говорит что прочие дела описаны хотя мне представляется несколько странным если бы это было действительно так то мы могли бы ожидать что автор все таки расскажет о правлении Йоханана гиркана книга дни первосвященства его до нас не дошла и все что мы знаем управление Йоханана гиркана мы знаем в основном из иудейских древностей главе Иосифа и немножко есть сообщений о нем в роминистической линии еще одна возможная возможность объяснить то что именно на этом месте прекращается повествование состоит в том что автор первой маковейской книги в самом деле хотел рассказать историю до того момента когда была создана фактически создана космонейская династия а это он хотел в основном рассказать о первом поколении там эти теор умер рано это буквально вступление в книгу а в основном это братья хасманеи иуда ионатан и симон и как бы этим он решил ограничиться значит мы поскольку время наше вышло сегодня я скажу что мы сделаем в следующий раз во-первых мы подведем некоторый итог касающийся первой маковейской книги посмотрим некоторым взглядом макро на эту книгу во-вторых я скажу несколько слов чуть более подробно хотя мы не будем специально читать но и несколько более подробно о правлении Йоханана Геркана как оно воспринималось как и флавием так и раввинистическими источниками и после этого если у нас останется время то мы начнем разговор о второй маковейской книге и войдем совершенно иную вселенную казалось бы в событиях похожих речь будет идти но это уже совершенно другой текст ну здесь таким образом поставим точку и пожалуйста вопросы замечания если есть хочет ли кто-то что-то сказать какой-то вопрос у меня вопрос значит все-таки в отношении что ну какие могли быть связи мотивы и так далее у этого агова у зятя у зятя шимана какие мотивы ну смотрите у него могло быть много разных мотивов хотя конечно центральным было желание захватить власть судя по всему но возможно что он как бы был опять же принадлежал той части населения которая была ориентирована в большей степени на процесс эллинизации нежели семья хасманеев вот и он воспользовался ситуацией когда фактически идет война хотя описано победа но все-таки идет война в каком-то смысле правления Симона под вопросом сам он уже состарился да то есть передача власти и вот он воспользовался этой ситуацией чтобы власть захватить сверх этого мы ничего не знаем потому что как бы опять же нет никаких других источников помимо того же Флавия Иосифа который пересказывает в данном случае первую маковейскую книгу во вторую маковейскую книгу там нету никаких сведений про это вторая маковейская книга как мы увидим вообще совершенно заняты другими вещами в ней рассказ кончается правлением иуды да как бы вторая маковейская книга не рассказывает не о не о ионатане не о симоне все в ней сосредоточено на описание правления иуды и это не случайно да мы это увидим да при этом она ничуть не короче первой маковейской книги а тем не менее все сосредоточено только сфокусировано только на образе иуды еще вопросы замечания если есть окей если вопросов нет план обрисован на следующее занятие и до встречи через неделю спасибо 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 вам